Некоторое время назад на одном из наших видео на канале появилось вот такое уведомление. Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение о просмотре самостоятельно. И для того, чтобы все-таки посмотреть это видео, нужно нажать кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Можно было бы подумать, что видео таит в себе какие-то жуткие или отталкивающие кадры категории 18+. Но нет. Видео содержит правду и ничего, кроме правды. Чем, конечно же, может напугать или шокировать определенную группу пользователей, некоторых россиян. Ведь оно на корню разбивает любимую русскую легенду о стремлении Наполеона покорить Россию. Не больше и не меньше. Это видео никак не вписывается в рамки московской пропаганды, причем настолько сильно, что у россиян явно бомбит. Ведь подобное предупреждение появляется у зрителей по всему миру. Наши подписчики сообщают, что видят его на разных языках, например, на иврите. Стоит признать, что российские ботофермы постарались на славу. Однако очевидно, что их целью было вообще удалить ролик с ютуба. Но им это не удалось. Единственное, чего они добились массовыми жалобами, так это уведомления о пугающем или шокирующем контенте. Что, конечно же, не есть очень хорошо. Ведь это влияет на частоту выдачи ролика в рекомендациях. И его теперь смотрят меньше зрителей. И именно поэтому, назло всяческим кремлеботам, мы решили перезалить на канал это видео с предисловием и небольшими улучшениями по картинке и звуку. Делитесь этим видео с друзьями. Приятного просмотра. Внимание! Говорит Москва. Сегодня, без предъявления каких-либо претензий, вероломно, без объявления войны, иностранные войска напали на нашу страну, атаковав наши границы во многих местах. Какие ассоциации возникают при прослушивании этого текста? Что-то похожее на обращение по радио по поводу нападения Гитлера на Советский Союз, правда? А что, если я вам скажу, что в русской прессе 1812 года подобными словами было преподнесено начало войны России с Наполеоном? Кстати, именно так стоит трактовать события 1812 года. Российский самодержец Александр I развязал войну против Наполеона. Но в России все до сих пор думают, что все было совсем наоборот, и поэтому россияне считают Наполеона таким себе Гитлером 19 века. Удивляться нечему, ведь российская пропаганда уже тогда действовала ничуть не лучше, чем сейчас. Российское государство всю свою историю прилагало огромные усилия на создание образа миролюбивой страны, страдающей от нападений неисчислимых вражеских полчищ, стремящихся ее покорить, расчленить, захватить ее ресурсы, а народ превратить в рабов. В хит-параде скрепных исторических манипуляций на первом месте, естественно, стоит победа Бесия и миф о так называемой Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А вот прямо сразу следом за этим идет миф о стремлении Наполеона покорить Россию в 1812 году. Пропагандистская кампания, провозглашающая французского императора Наполеона агрессором и захватчиком, мечтавшим о мировом господстве, насчитывает уже более 200 лет. То, о чем пойдет речь в этом ролике, не является тайной за семью печатями, потому что наполеоновская эпоха прекрасно задокументирована не только по дням, но во многих случаях даже по часам. Кстати, список литературы по этой теме вы сможете найти в описании к этому ролику. Конечно, после стольких лет лжи и инсинуаций российской публике сегодня сложно представить, насколько далеки ее представления о наполеоновской эпохе от истины. А истина заключается в том, что Наполеон не просто не был агрессором и захватчиком, не только не строил никаких планов на мировое господство, но даже, вопреки утверждениям скрепной пропаганды, за все время своего правления не начал ни одной войны. Смотрите сами. 1800 год. Война против Французской республики, которую вела вторая антифранцузская коалиция с участием русских войск под руководством Суворова. Кстати, что русские вообще там забыли? Миролюбивая в кавычках Россия, участвующая в захватнической войне. Интересно, правда? Оставить эту агрессию без ответа было невозможно. Франции пришлось защищаться, и в итоге антифранцузская коалиция была повержена. Надо отметить, что весь период правления Наполеона был отмечен попытками заключить прочный мир с европейскими монархиями. Порою император настолько искренне верил в незыблемость мирных соглашений, что даже отменял набор в армию. Чего, разумеется, не могло бы произойти в случае его агрессивных планов. Однако истории было угодно пойти совсем другим путем. 1805 год. И снова миролюбивые в кавычках русские. На чужой территории, в составе третьей антифранцузской коалиции, воюют против Наполеона. Российский царь Александр I стал главным создателем и идеологом этой коалиции. Причем австрийский император Франц II далеко не сразу согласился на очередную войну против Франции. Прошлые поражения были еще очень свежи в памяти. Очередная попытка свалить Францию завершилась знаменитой победой Бонапарта при Аустерлице. Однако отметим главное обстоятельство. Наполеон не начинал и даже ничем не провоцировал эту войну. 1806 год. Без миролюбивых, опять же в кавычках, русских снова не обошлось. Русский самодержец Александр I в своей параноидальной ненависти к Наполеону, особенно после позорного аустралийского поражения, топал ножками от гнева и хотел отмщения. Но теперь локомотивом войны должна была стать Пруссия, весьма недовольная упразднением Священной Римской империи и созданием Рейнского союза. Пруссаки встали вблизи границы Франции для вторжения. Война была неизбежна. Как мы видим, Наполеон снова не был инициатором очередной войны. Миролюбивые, в кавычках, русские, появились на театре военных действий в Польше уже поздней осенью, когда французы готовились встать на зимние квартиры. Война завершилась для России на следующий год сокрушительным поражением и тельзитским миром. На самом деле, Наполеон был заинтересован в союзе с Россией, а не в войне. Однако, существуют неопровержимые свидетельства того, что Александр уже при подписании рассматривал тельзитский мир исключительно как временную передышку. Уже на следующий год он начал подготовку к новой войне. Запомним этот важный факт. 1808 год. Пиренейская война. Началась с бунта мадридской черни, направленной против премьер-министра Мануэля Гадоя, в ходе которого произошли многочисленные нападения на французских солдат из малочисленного контингента, расквартированного в Мадриде по договору между странами. Убедившись в полной недееспособности представителей испанского правящего дома, Наполеон принял решение возвести на их трон своего брата Жозефа. Испания ответила сивильской хунтой, объявившей войну Франции. Можно говорить о спорности принятых Наполеоном решений, но главным пунктом для нас в данный момент является факт. Наполеон не начинал и эту войну. 1809 год. Новая война с Австрией в свете чрезвычайно бурных испанских событий никак не входила в интересы Наполеона. Факт, не подлежащий сомнению. А вот Австрия попыталась отыграть потери от предыдущих поражений, воспользовавшись проблемами французов на другом фронте. Помощи в этой кампании от тогдашнего «союзника» в кавычках русского императора Александра I Наполеон так и не увидел. Отбивать нападение ему пришлось самостоятельно. Правда, неожиданно поддержка пришла со стороны великого герцогства Варшавского. Так или иначе, в Аграмской битве Австрия потерпела очередное сокрушительное поражение в войне, которую развязала сама. Наполеон не начинал и этой войны. И вот, наконец, 1812 год. Самая знаменитая в России кампания наполеоновской эпохи. Великий год России. В Грозную пору. Отечественная война. И прочие подобные эпитеты сопровождали и продолжают сопровождать официальную российскую историографию уже более 200 лет. И лживых измышлений вокруг нее, соответственно, наворочено более всего. Например, Наполеон напал без объявления войны. Наполеон стремился покорить Россию. Наполеон хотел захватить весь мир. Русский народ дал отпор захватчику. Бородинское сражение оценивается не иначе, как Великая Победа. И все это вопреки реальным фактам. Сегодня достоверно известно, что русский царь Александр I готовил наступательную войну против Наполеона еще с 1808 года. Вспомним его оценку Тильзитского мира как временную передышку. Именно тогда в России была начата военная реформа, удвоен военный бюджет, увеличены штаты существующих полков и начато формирование новых. Сообщение о намерении Александра I развязать войну французский император получал регулярно и в больших количествах. Но тогда он категорически отказывался им верить. Однако их поток нарастал и все более и более подкреплялся фактическими данными. От агентуры при дворах европейских монархов регулярно поступала информация об усилиях России по созданию новой коалиции. От французских и польских офицеров, возглавляющих наблюдательные и охранные отряды на границе с Россией, поступали обеспокоенные и панические просьбы о подкреплении. Настоящим откровением для Наполеона стал детальный доклад польского князя Понятовского, которому Александр I предлагал совместно выступить против Франции. Российской агентурной сети за рубежом были даны поручения собрать не только максимально точные сведения о составе и дислокациях французских войск в Европе, но и о состоянии приграничных крепостей на территории Франции, что более чем наглядно свидетельствовало о подготовке предстоящей войны, которую хотели затеять «миролюбивые» русские. Но Австрия и Пруссия не поддержали Россию, а в одиночку бороться с Наполеоном она бы в принципе не смогла, что наглядно показали все компании того периода. Теперь в ставке Верховного командования обсуждались различные планы войны на своей территории. То есть русский царь, этот параноик, Александр I, настолько хотел пободаться с Наполеоном, что был не прочь сделать театром военных действий свою собственную страну. Для исполнения подобных планов нужно было затащить армию Наполеона в Россию. В этом не было ничего сложного. И действительно, после того, как «миролюбивая» Россия на протяжении всего восьми лет предыдущего периода трижды вступала в войны против Франции далеко за пределами своей территории, в двух случаях являясь прямым их инициатором, а в 812 году сконцентрировала войска вблизи границ, трудно было предполагать, что Наполеон будет спокойно сидеть в Париже и ожидать нападения. Так что наиболее логичным действием для Наполеона стало бы нанесение упреждающего удара, по примеру тех, которые производились им до сих пор по всем армиям, готовящимся к агрессии против Франции и ее союзников. Таким образом, приписывание Наполеону стремления покорить Россию совершенно не соответствует действительности. Наполеон был вынужден вступить в эту войну, которой, как достоверно известно, всеми силами пытался избежать. Мало того, на лето 1812 года Наполеон планировал большую поездку по Италии, для чего во многих замках, где предполагались его остановки, были начаты подготовительные работы, кое-где довольно масштабные, с заменой обоев, портьер и мебели, покупкой новой посуды и обстановки. Так что никакое нападение на Россию в его планы определенно не входило. И что мы видим в итоге? Захватчик и агрессор, в кавычках, Наполеон, ни разу не выступил ни тем, ни другим. Ни даже просто провокатором войны. А вот страна-миротворец, народ-мироборец, миролюбивая и скрипоносная, все это, конечно же, в кавычках, Россия, как раз и была тем самым захватчиком и агрессором, строящим козни и параноидально пытающимся побить Наполеона. Подумать только! Для этого был придуман совершенно иезуитский план по ведению войны на собственной территории. К слову сказать, знаменитый генерал Мороз, имеется в виду холодная русская зима, ставшая важным фактором войны, не пощадил не только солдат французской армии, состоящей в основном из южан, но и огромное количество русских, потери которых оказались как минимум равны французским. В этой бессмысленной авантюре, затеянной российским царем Александром I, боевые и небоевые потери только среди русских составили по разным оценкам от 300 до 500 тысяч человек. Но для русского менталитета не характерно отягощать себя вопросом о цене победы, правда? И это при том, что Наполеон совершенно не был причастен к развязыванию этой войны. Но зато российская историческая наука вот уже 200 лет толдычит о том, что Наполеон, подобно Гитлеру, вероломно, без объявления войны, напал на Россию. А миролюбивый, в кавычках русский народ, дал героический отпор агрессору. Вранье на вранье и враньем погоняет. Вся российская история состоит из сплошных пропагандистских фейков. Оправдывая свою никчемность, российская государственность штампует мифы о собственном величии, складывая у русского народа иллюзию об огромной ценности России в мире и завистливом Западе, который непременно хочет покорить Россию-матушку и сделать всех русских рабами. Можно подумать, что русские когда-то были свободными. И вообще, на кой ляд они кому-то нужны? Интересно, русский когда-нибудь научится смотреть на себя трезво? Но для этого нужно хотя бы начать перестать врать самим себе. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья!